всем привет сегодня я расскажу как делать сочники я сначала думал всегда думал обожаю сочники всегда думал что они пекутся очень сложно тесто очень сложное вообще просто невообразимый процесс но потом я и сделала я сделал попрощен вообще схеме особо не заморачиваясь вот теперь расскажу как делать вам для для сочников нам понадобится одно яйцо 4 столовых ложки сахара 4 столовых ложки густой сметаны 100 грамм сливочного масла мы его предварительно растапливаем и все это перемешиваем я не буду просто эту ручку вот такая получилась белая масса все мы это взбили размешали теперь всыпаю два стакана муки пол чайной здесь у меня пол чайной ложки соды и пол чайная ложка соли и вымешиваю мягкое тесто вот получилось тесто накрывая пакетиком и убираем в холодильник так для начинки нам понадобится 200 грамм творога одно яйцо взбивай выжать наташка помогает на две команды 1 яйцо и 2 столовых ложки муки а сахар еще вру еще две столовые ложки сахара значит две столовые ложки муки и две столовые ложки сахара если что описание кати описание рецепта будет под видео сахару тебе насыпай наташ 2 насыпай наташ 2 насыпь 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 поменьше давай все теперь перемешиваем и ждем пока наше тесто чуть подойдет в холодильнике ну вот тесто наше чуть-чуть охладилось вот оно уже не прилипает нет да не липнет чуть 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 не важно мы еще потом присыпем мукой и мы еще потом на стол теперь я на стол на стол чуть 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 чтобы к столу не прилипает ой прости пожалуйста кису мы кати мешаем печь блинчики не мешайте теперь раскатываем наше тесто оно очень хорошо раскатывается нам вот это надо? нет может сейчас раскатаем давай переворачивай с самого края сам край захватывай вот ой там порвала ничего страшного давай дальше дальше делай дай Кате один сделает вот так вот отпускай да Катя с самого края чтоб захватывала да из остатков теста мы просто формируем комочек и делаем дальше Рыся с собой тащила? да да так теперь мы делаем так испугалась мы давай сюда мы берем нашу начинку кладем на половину сочника второй половинкой закрываем и перемещаем на противень накрываем нормально много не мало начинки много не бывает я точно говорю уж тем более для сочника еще а хотя может не хватит ну ладно у нас еще есть творог еще не 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 это уже много ну ладно дальше клади так теперь мы это скатываем снова Наташ там уже поедает что-то нет я убираю раскатываем раскатываем наше тесто так так не мой руки сейчас я быстро сама наделаю эти кругляшков а ты дальше их так на мушку на мушку так еще есть кого тесто ну вот у нас получились такие красивые сочники сейчас почитаю сколько их тут так раз два три четыре шестнадцать почему 3 раз два три 4 раз два три 4 1 2 3 4 вот раз два три здесь просто не кривенько встали 16 штук у нас получилось сейчас мы смажем их желточком и в духовку на 200 градусов где-нибудь на 20 минут смазываем наши сочники яичком и желтком желтком с водой я делаю желток с водой и смазываю чтобы они были мягкие все и ставим в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов ну 20 минут плюс-минус как подрумяниться так можно сразу вынимать вот мои пышечки поднялись сочники и вот такие красивые они получились поверьте они очень и очень вкусные вот на все про все у меня ушло правда полчаса на 10 минут буквально это сделать тесто начинку и ну 15 минут и вот я засекла время они пеклись мне не 20 минут а 15 минут то есть 15 минут на подготовку теста и 15 минут на выпечку по моему все доступные ингредиенты все есть магазине сливочное масло сметана мука сахар творог тоже в магазине и все это можно купить сравнительно недорого приятного аппетита всем пока пока подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и смотрите новые видео до стрики красивые